Здравствуйте! Рассмотрим такую задачу. В 1995 году население в городе составляло 11256 человек. К 2010 году население увеличилось на 4312 человек. Найти приблизительное количество жителей города в 2010 году, предварительно округлив два данных числа до сотен. Итак, мы могли бы вычислить точное количество жителей города, просто сложив два эти числа. Однако нас просят сначала округлить два числа до сотен, а потом уже сложить их. Т.е. у нас получится приблизительное количество жителей. Первое число, которое дано в задаче – это 11256. Количество жителей в 1995 году. 11256. Нужно округлить его до сотен. Смотрим на разряд сотен. Здесь 256 либо уменьшится до 200, либо увеличится до 300. Смотря какое число стоит в разряде на порядок меньшем разряда сотен. Т.е. далее мы смотрим на разряд десятков. Там стоит число 5. Это удовлетворяет критерию «равно или больше 5». Значит, нам нужно увеличить число в разряде сотен на 1. Т.е. мы округляем в большую сторону. Если мы округлим это число в большую сторону до сотен, получим 11000, и после округления вместо 256 будет 300. 300 ближе к 256, чем 200. Вот почему мы округляем в большую сторону именно до 300. И нужно добавить к этому числу 4312. Опять же смотрим на разряд сотен, а затем на разряд десятков. Нужно выяснить, при округлении мы уменьшим до 4300 или увеличим до 4400. Что ближе к начальному числу? В разряде десятков стоит 1. Конечно, 1 меньше 5, значит, нам нужно округлить в меньшую сторону. Число 312 ближе к 300. Т.е. при округлении до ближайшей сотни 3 осталось без изменений, а вместо чисел 1 и 2 появились нули. Т.е. в итоге получилось 4300. Теперь мы готовы сложить округленные числа. 0 плюс 0 – 0, 0 плюс 0 – 0, 3 плюс 3 – 6. Поставим перед шестеркой точку, чтобы было легче прочесть число. 1 плюс 4 – 5. А затем 1 плюс… и под числом 1 ничего нет, значит, просто сносим его вниз. Можно было бы тут дописать знак сложения, чтобы показать, что мы складываем два эти числа. Итак, приблизительное количество жителей города в 2010 году – 15600. До встречи на следующем уроке! Наиболимые часы, Соло «М квартиные». Продолжение следует...